добрый день меня зовут артем тема моей работы это автоматическое обнаружение состояния гонок при параллельной сборке на основе утилита майка в рамках этой работы рассматривается проблема станет по их файлах и также я расскажу о том как мы разработали инструмент который позволяет их намного легче обнаруживать для начала расскажу о том что такое в принципе состояние гонки эта ситуация когда несколько потоков одновременно работают с одним и тем же ресурсом так что результат работы программы зависит от порядка в котором они будут запланированы и часто говоря о состоянии гонок имеют ввиду программы на прикладных языках таких как себе плюс или джава там обычно состояние гонки возникают из-за отсутствия синхронизации между потоками например на слайде это происходит из-за того что не хватает минут x а но при доступе к его переменный каунтер однако многопоточно может посадить и сборка самых самих этих программ и тогда примитивым синхронизации выступает зависимости между целями сборки и отсутствие нужно зависимости по аналогии с отсутствием и такса в прошлом слайде может привести к состоянию гонки на слайде пример проекта в котором не хватает зависимости между этом этом компоновки все положение давайте я воспользуюсь этой функцией между тормком компоновки все положения и этапом сборки библиотека которым используется естественно из-за того что здесь независимости успешной сборки всего проекта будет зависеть от того что успеет библиотека сама собой собраться раньше чем будет запущен компоновщик состоянии гонок часто проявляются как плавающие баги которые трудно искать и отложить ручную на форме дженту настоящее время это больше 50 обсуждений на эту тему и некоторые из них открыто уже более 10 лет состоянии гонок коварно тем что они являются скрытыми и трудно предсказуемыми и спонтанно ошибка сборки даже не самое плохое их проявление хуже когда они приводят к проблемам или даже уязвимостям в собранном проекте это подводка цель исследования разработать инструмент который позволил бы сократить время и усилий необходимые для поиска и отладки таких гонок для этого он должен легко вставить любые проекты и находить максимальное количество гонка не более чем одну пересборку существующие системы сборки уже пытаются бороться с этой проблемой например basil позволяет собирать каждую цель в отдельной песочнице в которой доступно только файлы собранные в ходе сборки зависимостей такой подход исключает возникновение гонок однако basil и подобные системы пока что не заменили собой классическую цвету make для нее существует единственно известное решение это флаг минус минус шафл он меняет порядок сборки зависимостей не зависит друг от друга случайным образом это увеличит вероятность проявления гонки однако поскольку это случайный алгоритм гонка может появиться не сразу может требоваться много пересборок и к тому же не все гонки в принципе может так найти поэтому для дальнейшей работы было выбор на именно эта система и так на слайде общая схема работы санитайзера основная идея в том чтобы собрать трассу сборки потом запустить на ней некоторые алгоритм который же будет искать гонки трассировщик на схеме перехвата и стильные вызовы которые происходят в ходе сборки проекта позже эти данные можно использовать для восстановления дерева процессов и для определения того какие процессы работали с какими файлами анализаторы используют эти доступы и сопоставляют их графом зависимости схемы сборки собственно что получить зависимости пришлось модифицировать саму тельту make и кроме этого она стала сообщать еще и о том каким целям соответствует какие процессы самих анализаторов 3 каждый ищет свои категории гонок их слова вместо обычной гну мейком использовали ее вариацию которая называется ремейк ее намного проще стать исходников чем оригинальную теле ту на слайде пример трассы он представляет из себя просто набор событий из него видно как образуются зависимости между целями сборки как порождаются новые процессы читаются записываются файлы формат очень простой при желании его можно разобрать простой программой носить ну и говоря о типа гонок они на слайде первые две строки в схеме отражают самые очевидные виды гонок между чтением и записью и между двумя записями первые две гонки относятся к номерам айнод поскольку у файла может быть много путей по которым может быть доступен но номер айноду его будет только один следующий для гонки это гонки между гонки с участием операции удаления разница в том что удаление файла в первую очередь влияет на его содержимое а на видимость его по определенному пути поэтому эти гонки привязаны именно к путям к файлу а них номерами нотка предыдущие две гонки ну и последняя гонка это гонка между созданием каталога и создание файла или другого каталога внутри него сложность том что каталог и файл внутри это разные стучности файловой системы с разными путями и разными номерами айнод и для того чтобы как-то связать из участия был введен дополнительный искусственный доступ а который называется герлукав здесь представлены системные вызовы которые перехватываются тренировщиком ненужные вызовы фильтруют с помощью сетеком bpf или berkeley packet filter он позволяет эффективно фильтровать системные вызовы на уровне ядра не уведомляя о них трассировщик в принципе если у них не заинтересован это сильно сокращает накладные расходы на перехват сильных вызовов и ускоряет в целом рабочий тазер станет озер обнаруживает гонки путем рассмотрения пар конфликтующих доступов на одном и том же файле и проверяет связаны ли эти файлы зависимостью графе зависимость чтобы не проверять заплатат все возможные пары используется специально разработанный метод критических доступов его основная идея в том чтобы воспользоваться свойством трозитивности отношения зависимости между тельми например если есть набор цели который обязательно должен происходить последовательно то достаточно не проверить за квадрат всевозможные пары а только проверить соседей это позволяет закрыть поиск квадратичного до линейного ну и важной особенностью является также то что санитайзер можно использовать как полноценный отладчик он позволяет ставить breakpoint и на доступ к файлам и просматривать станет борки в таком замороженном состоянии при этом чтобы перестать перезапустить отладку не нужно перезабирать проект достаточно просто перезапустить ту же трассу заново это намного быстрее итак рассмотрим пример в этом проекте существует много тестов и каждый из них перед началом своей работы создает папку тест предположим что редактирую тесты разработчик забыл копирать команду импатировать мой тест получается все тесты создает папку а восьмой тест не создает если он будет играться первым то будет ошибка потому что папки нет и в ней что-то происходит того что не может приходить если пользоваться make shuffle то вероятность того что это ты запустится первым будет 12 с половиной пациентов в то время как наш синтезер найдет эту гонку в ста процент к случаю ну и также для тестирования предполагалось взять готовый список проектов с найденными гонками и проверить что наш синтезе находите же гонки на этих проектах такой список опубликован на сайте разработчика режима make shuffle сергей тарфимович а там 20 проектов включая даже такие крупные как cc и vim рассмотрим подробно одну из гонок вим ошибка происходит из-за того что определенной директории создается слишком поздно и другая цель не может создать не файл санитазер санитазер находит цель которая создает эту папку и обнаруживает то что она никак не связана с той целью которая упомянута в ошибке получается он автоматически нашел ту же гонку что и мы шаху что интересно он нашел множество здесь наверное но что в одну гонку которая раньше не была известна и что интересно и такую гонку нельзя в принципе найти из с помощью make shuffle потому что она проявляется не при перемешивании порядка сборки целей а именно при очень удачном их параллельном выполнении гонка заключается в том что файл lingua используется в двух независимых цели как временный файл и это может привести к тому что если цель будет собираться вместе то его данные могут быть повреждены из всех 29 проектов правильные гонки были найдены за 24 часто санитазер находил еще и новые гонки которые раньше в принципе не были известны они отмечены цвета синим цветом коричневым цветом изображены гонки которые синтезер не нашел и это связано с разными причинами в основном из-за того что модель не идеально и есть гонки которые не попадают под классификацию из той схемы при этом замедление сборки под санитазером составляет от 12 процентов на небольших проектах до 20 процентов на проекте гсц мы проверялись в сборке в 8 потоков и так подведу итог в этой работе была рассмотрена проблема состояния гонок моих файлах разработанное решение не просто нашло множество уже известных гонок но и множество новых которые до этого момента были неизвестны в дальнейшем проект планируется разрабатывать дальше расширить классификацию гонок поддерживать новые гонки расширить покрытие систем сборки внедрить его в системе сей и давать поддержку внешних графических отладчиков это мне все спасибо за внимание интересный доклад то есть получается что мейк он продолжает развиваться по крайней мере вашими силами хотя он на вид так заморожен довольно давно справляются ошибки да вы какие-то новые фичи пытаетесь найти удивление мэйк используется в большом количестве проектов это понятно вопросы спасибо за доклад значит у вас насколько я понял метод который ищет гонки по реальным сборкам да ну то есть реальное выполнение сборки значит знаете ли вы наверное сравнивали с другими какими подходами если какие-то статические подходы которые но в отличие от вашего подхода гарантируют сауна с полнотого поиска гонок в конкретном случае сложность том что рецепты файлах могут использовать абсолютно любые утилиты которые доступны в вселенной linux утилит и для того чтобы производить эффективный статический анализ пришлось бы иметь некоторую базу данных того какая утилита с какими передними опциями с какими файлами замедствует и вот эта работа как нам показалось она очень трудная и заняла бы много времени поэтому здесь был применен вот мишки анализ который смотрит по факту к каким процессам обращается какая цель от другие динамические подходы есть новые наверное альтернативы какие-то смотрели или в принципе не ну вот есть базу который в принципе не разрешает обращаться к тем файлам которые не были собраны зависимостями но и скорее не санитайзера просто подход который не позволяет гонкам появляться фундаментально спасибо за доклад татьемпе скрунёв вопрос такой я по схеме так понял что каждый раз при каждой сборке санитайзер будет запускаться искать все эти гонки заново не зависит от того что вот если какой-то проект сейчас пишу и каждый раз при сборке запускается санитайзер я там внес какое-то изменение там буквально точку запятой поставил снова запустится может быть имеет смысл внести туда какой-то момент кэширования это этих находок чтобы последующем запуске а уже найденные гонки еще раз не искались это переиспользование результатов работы этого санитайзера я думаю сильно ускорило бы работу в дальнейшем во втором запуске в третьем четвертом может быть даже если это отделить с такими базами то могло бы улучшить и для других людей умеешь программировать вон иди горкой нет это понятно за это у нас страна как рассматривали такое вы имеете ввиду не забирайте микрофон у меня встречный вопрос есть вы имеете ввиду что вот если запустить миг еще раз он не собирает все а спирает только то что поменялось и вот как бы чтобы цветы в которые все потом что сантиметpit смотрят на ход сборки если сказать мигу собирать не все сантиметр не будет смотреть и на все потому что мы эти будут уже брать все он всего лишь приход очень темною звук нет я более полно то есть если я даже сказал мега собрать все полностью пересобрать все то переиспользование данных полученным синтезерам на предыдущем этапе могло бы ускорить эту сборку, даже при пересборке всего. Ну да, на самом деле мы об этом не думали, это кажется сложной проблемой. Нет, когда ты начинаешь рассматривать и видеть, накладывать это, то ты увидишь, что у тебя в кэше уже что-то надо обновлять. Ты это переобновишь просто. Но переиспользование – это правильный подход. Это просто реально ускорит. Особенно, когда это надо делать много-много раз. И хорошо, когда это просто какое-то конкретное приложение. А ты представишь себе там пакет или целый набор пакетов. Ну ты же знаешь, как пакет собирается в системе. Там очень надолго это может затянуться. Ну слушай, это вообще самая неважная проблема, вот я думаю, проекта. Вот там, где верификация происходит, то что-то ускорить на 20% вообще никого не волнует, от слова совсем. Тут она хотя бы хоть как-то работает, что вообще удивительно. Ну вот, кстати, сконс, как там собираетесь поддерживать? Вообще есть какая-то полнота там по системе? Сконс. Это кто? Ясно. Вау. Мейгриф, а сконс уже не слышат? Люди, хорошо. Так, окей. Кто там баг не находил? Господи, у кого нет сердца? Все были молоды, находили, но живы, работают. Это же лучше, чем конс. На, лови. Пока. Или я пока принесу вам, пока он поговорит будет. Хотел поблагодарить за доклад. Один из тех, на который я, как прочитавший Гнума и Икмануала от курки до курки, хотел прийти и пришел. Спасибо за труды. Надеюсь, еще пригодятся. Спасибо за отзыв. Очень приятно. Вопросик еще к догонкам. Значит, вы как бы сравнивали сначала с гонками, которые происходят в программах, а не при сборке. Возможно ли у вас ложные гонки? Выдает ли ваш подход ложненько? Регулярно. Есть такая утилита, называется LipTool. И, ну, я расскажу пример. Он, может быть, не очень трегальный. Но, в общем, он создает в ложной территории через цикл, написанный на баше. То есть он проверяет то, что территории нету. И дальше циклически создает папку, вне вложенную папку, вне вложенную папку, вне вложенную папку и так далее. И со стороны санитайзера это выглядит так, что, ну, допустим, если две цели, что-то делают с LipTool, он может параллельно из двух потоков пытаться создавать вот эти вложенные папки. И для него это, как бы, со стороны санитайзера это будет неупорядочный доступ. Хотя на самом деле там, как бы, LipTool сам об этом заботится, проверяет то, что их на самом деле нету, и там гонки по факту нет. Это просто плохой дизайн, который приводит к этим ложным срабатываниям. Поэтому, когда мы смотрим на, в частности, на ту гистограмму с найденными гонками, там вот эти срабатывания, где есть точка липс в пути, они просто отфильтрованы, не перематываются. Ну, ладно, в общем. Не слабоку? А, там? Назад надо, назад. Чуть-чуть. Да, вот в этой гистограмме нету тех гонок, которые связаны с LipTool. Понятно. Спасибо. А вот гонки вы нашли, и вы зарепортили, запатчили? Или просто нашли, как обычно у нас делают прессификации, нашли 5 миллиардов багов, написали 5 миллиардов отчетов, за сходы 600 самосвалов в бумаге, и ничего не изменилось в мире? Тут есть тонкость, что сравнение идет именно с MakeShuffle. То есть это сравнение тех гонок, которые вот нашли мы, с теми гонками, которые были зарепорчены вот в pull-request-ах. Да, но вы что-то ведь нашли, то, что вы Shuffle не нашли, и исправили, или нет? Вот на удивление, вот та гонка Vima, которая говорил, когда мы полезли в свежей версии Vima, она там уже исправлена. То есть другой человек ее нашел, не MakeShuffle. Опять обижают, да, вот как нас в Олимпиаде жаловались люди в докладах первых, да? Ну, мы, может быть, просто успели. Ну вот, да. Да, это было состояние гонки. Да, это было состояние гонки, и вы проиграли. Мы проиграли, да? У него дачники. Ну что ж, замечательно, просто, наверное, надо, как бы, какую-то метрику ввести. Вот сколько багов реально исправили, а то там, ну, конечно, вот графики какие-то. А еще вопросы есть? Вроде бы уж нет вопросов. Тогда поаплодируем, вообще замечательная новая тема. Тогда вот бы.